Всем привет! Меня зовут Виктория и вы на канале Vika Aver Cross Stitch. Как я говорила в предыдущем видео, у меня локация немножко поменялась и теперь возможно эхо, так что я заранее извиняюсь, если будет не очень приятно для слуха, потому что сейчас нет другой возможности. Сегодня у нас 18 мая. Именно эти две недели я хотела сделать общего в конце мая, то есть подвести итог. Сказать, вот это я сделала, это я сделала по плану и так далее. Но когда я начала вышивать новогоднее гуляние, я поняла, что эта вышивка может затянуться и кроме этого процесса я ничего не сделаю. Просто напасть. Я буду его вышивать эти две недели и мне тот участок, который я хочу. Поэтому я решила все-таки сделать такой же формат. Возможно потом, когда будут у меня не такие масштабные участки, я буду делать общее видео в конце. Вот так вот. Снег. Кстати, вот превью, все видели. Вот так не публикует. Я также заранее извиняюсь за мой маникюр, потому что я не могу дойти и снять укрытие, поэтому я шибко извиняюсь. Но я думаю, что вы не обратите внимание, потому что вы, скорее всего, вышиваете и вам не до этого. Вот. Вот такая у меня картинка и вот что у меня сейчас получается. Напомню, что эту картину я взяла в тот момент вышивать, когда у меня было готово. Сейчас вам покажу. Вот примерно вот так вот. То есть этот весь кусочек вот этот вот я вышивала. Это можно потом посмотреть. Я встала тогда фотку то, чтобы было понятнее. Скажу так. Сейчас поправлю. Нижняя часть, где был снег, вот это вот, именно вот это вот. И даже мост шла вообще чудесно. Я вышивала просто залпом. Я вышивала просто залпом. Там был в основном полукрест. Вот это все полукрест. Вот у меня получалось как бы крестиков мало по статистике, но площадь была огромная заполнена. То есть я как бы сейчас смотрю, осталось ну вот вообще чуть-чуть, вот капелька как бы, да. Но в елке здесь столько цветов, что мне кажется, я замучаюсь это все делать, потому что уже вышивая людей, вот эти вот. Я замучилась менять нитку. Там было по одному крестику, по два. Ну максимум, что было это пять крестиков. Я реально устала, то что уже, ну психовала, уходила, оставляла вышивку чем-то, старалась заняться другим. Только не вышивать это. Ну а слава богу, людей я закончила. Вот они мои. Тут вроде больше нет людей, потому что тут пойдет так вот. Вот почти, наверное, все будет елка. И поэтому тут осталось чуть заполнить, окошечки чуть заполнить. Тут тоже такая мешанина. Сейчас покажу. Тут, наверное, тоже и люди будут, да. Тут и фразелки будут. Кстати, по поводу фразелков. Порекомендуйте мне, пожалуйста, когда делать фразелки. Но я бы, честно говоря, сделала сразу, потому что как бы не факт, что вот эта вот часть у меня зайдет в вкуснапе, под рамку. Так что, скорее всего, буду сразу делать. Так что я отменяю свой вопрос. Да, это глупый был вопрос. Но бисер, который вот здесь вот и, кажется, вот здесь вот или тут тоже фразелки. Я, честно говоря, не помню. Я потом уже сделаю, естественно, в конце, после стирки и так далее. Ну это понятно. Сейчас что мне на повестке дня? Это закончить людей. Вот эту вот парочку. Также еще, извиняюсь, ждет дождь. Если слышно, тоже прошу прощения. Вот эту вот парочку закончить. Прям буквально нужно... Тут тоже по несколько крестиков, если честно. Прям буквально. Кажется 3-4 крестика, но когда они разными цветами, ну такой себе. Вот. Я планирую сначала закончить все, кроме елки. Это вот так вот. У меня вот осталось тут. И потом уже елку. Потому что, как видите, в елке это жуть. Жуть-жуть-жуть. Ну ничего, мы справимся. Я не жалуюсь, как бы. Просто вам показываю. Тут вот вообще... Вот я сделала эту часть только вот так вот. Тут у меня готова только. Вот. А с этими детишками что было? Я, конечно, могу вам ставить фотографии, что было до. Но они такие страшненькие фотографии. То есть я, если просто фоткаю процесс не для инстаграма, то у меня страшненький. Вот. Если это правильно можно сказать. И я прям там снимала этапы, когда вот не было людей, были пустые вот эти места. Потом начали заполняться крестики. Тоже по чуть-чуть так я писала в нашем чате. Ну что вы видите людей? Сначала типа нет. Яна вообще сказала, что это... Ну не очень хорошее слово. Я не буду вам говорить. Все поржали. Вот. А потом, когда уже заполнила все крестики, даже до бэкстич, уже было понятно, что это люди. Ну так вообще, когда вышиваешь, ты никогда не подумаешь, что это люди. Просто как бы вышиваешь, вышиваешь. Видите, как всё классно проработано. Тени даже от человека. Да? Вообще классно. Вот то, что фонарь горит тени. Вот даже вот от этой вот девочки. Тоже тени. Это так стоит прикольно. Руки так в боке. Типа, ну чё, ты будешь ушивать, нет? Давай уже заканчивай, давай. Вот. Также я говорила, что под рамочки, вот именно вот под... Как это называется там? Под держателем я подкладываю обычные тряпки. Из ветра могу подложить. Это просто чистая тряпочка. Вот. Очень хорошо держит. Мне нравится. Вот. Сейчас, чем я с ним буду, если я сегодня сяду вышивать, потому что я вчера перепушивала. Если сегодня сяду, то я заполню вот эту вот часть, точно, вот этих людишек. Заполню вот это. Ну, как пойдёт. Я, конечно, хочу заполнить всё, что до ёлки, но посмотрим. Потому что я смотрю, здесь у меня ещё пропущенные места. Надо их заполнить. А может быть, чуть-чуть ночную ёлку вышивать, чтобы немножко переходить из зелёных, голубых, светло-голубых оттенков. Посмотрим, как у меня будет вдохновение. Вот. В принципе, когда я взяла после такого перерыва, я посмотрела по блокноту своему. Последний раз я вышивала 12 февраля. Шла вот эта часть неимоверно быстро. Просто я посмотрела тоже по блокноту. Буквально за 6 дней, что мне вот эту вот часть вышила. То есть очень быстро. Вроде так. Ну, я не знаю, через сколько я закончу. Будем ставить ставки, что, ну, надеюсь, ещё 5 дней и меньше я закончу, потому что очень хочу приступить к мережке. Прям вот хочу-хочушечка моя. Ну, посмотрим. Сейчас мне по-любому надо приставлять пальцы, потому что уже натяжка не очень держит, уже, конечно, ослабевает. И я, может быть, сделаю фотографию. Посмотрим. Если это, конечно, интересно кому-то фоткать. Точнее такую фотографию рассматривать. Но я сделаю. Вот. Ну, тут уже тоже беседочка виднеть. Скорее, не беседочка, это как вот магазины эти. Как ярмарка. Вот эти вот, как кафешечки. Вот она. Препустила. Скорее всего, забор тоже очень классный сделал. Мне понрав... Ой. Заборчик мне тоже очень понравился. Классный. Вот. Так что формат будет такой же, как и в предыдущей неделе. Надеюсь, вам понравилось. Ну, всё. А ещё я тоже хотела так сказать, кому интересно, у меня будет немножко не по порядку. Но я думаю, это не важно на самом деле. Главное, это сам процесс, сам просмотр. А когда вышло видео, мне кажется, это не важно. Потому что я решила выпускать всё по плану по субботам, по утрам. Чтобы мне всё было чётко и классно. А также я ещё сделала плейлисты для удобства. Поэтому, кому интересно, можете заходить в плейлист и смотреть по порядку любые категории. Там ещё расписано. Я всё расписала. Вчера заморочилась. Поэтому, до новых включений. Для вас прошло пару секунд, а для меня несколько дней. Сегодня у нас уже двадцатое мая. Уже скоро должно быть лето по Грандарю, но у нас очень холодно и плюс семь. Мы очень заморзли в квартирах и не очень весело на данный момент. Как и предполагала я, видимо, я весь этот остаток мая буду дошивать новогодние гуляния. Как я уже говорила в предыдущий раз, снег у меня шёл очень быстро. Я прям вышила его в жух и готова. А вот эта вот часть... Вот эта вот часть идёт очень долго. Там такая мешанина цветов, что приходится постоянно менять. Вот даже я вчера не успела... В общем, я вчера вот вышивала днём и психанула на этой ёлке. Я не дошила ниточку, вот оставила. Ну вот. Так что идёт тяжеловатенько. Я прыгаю со снега, с голубого, на зелёную ёлку. А в ёлке пусть мешанина хлеще, чем вот здесь вот. Так что я уже морально готовлюсь. Так что, скорее всего, весьма я буду дошивать. Но надеюсь, что всё-таки я хотя бы прикоснусь к своей мережке и вышью её хоть сколько-то, хоть пару крестиков в мае. Я решила, что у меня май будет... В конце мая будет новый формат. Помимо вышивальных вот этих вот недель, интервалов, я ещё покажу итоги мая. Может быть, кому-то лень смотреть недели, и поэтому у меня будет итог каждого месяца. А затем итог каждого года, если я продолжу свой Ютуб-канал. Потому что, действительно, мне очень нравится снимать видео. Спасибо вам большое за отклики, которые я вижу на канале. Да, просмотров не так много, как хотелось бы. Но я понимаю, что с моим числом подписчиков, которые у меня есть... Какое у меня сейчас есть количество, это уже я безумно довольна. И спасибо всем большое. Вот. Ещё что хотела сказать, но забыла. Я вчера отшивала бэк. Вот. Это остатки бэка, и больше его не будет здесь. Только немножко в ёлочке, но я буду отшивать потом, потому что там это связано с бисером. Я отшила дерево. Вот это вот. Мне почему-то так нравится отшивать деревья. Вообще вот зимние. Просто из ниоткуда, из ничего берётся такое деревце. И прямо оно как настоящее, такое припудренное, снежком запороженное. Вообще классно. Я отшивала ещё крышу вот этой вот ярмарки, домика ярмарки, как я поняла. Эту ярмарку тоже очень тяжело вышивать. Я сейчас приближу. Надеюсь, хорошо видно. Тут будет вот, где пустые места. Каждый ряд будет разными цветами. И в каждом ряду ещё будет цвет. Вы представляете, какое здесь количество? И вот также вот здесь, где пустое место, тоже будет. Это как я так понимаю, что из окон бывает, когда свет на снегу увидим. Это тоже самое. Это будет вот здесь. Я уже морально готовлюсь, потому что это для меня, честно говоря, психоз. Правда. Постоянно менять иголочку с ниточкой я паркую, потому что иголки. Я многоигольчатая, как я уже говорила. Но всё равно это очень сложно. И вот у меня есть человек недошитый. Вот у него проплешины есть. Что я ещё хотела сказать. А ещё вышила вот бэк вот на вот этих вот окнах. Так прикольно получилось, если честно. Мне прям так понравилось после преображения. Поэтому я вот действительно хочу каждый день сесть и прям дошивать до победного. Потому что тут осталось, судя по крестиков, меньше 500. Но вот эта мешанина мне не даёт. Я психую, я ухожу. И мне кажется, здесь я тоже с зелёным этим напутала. Но зелёный не так страшно. Даже если напутал, я ничего не буду пороть. Оставлю как есть и потом просто пустые места заполню. Вот. Поэтому я оставила и, видимо, сейчас буду заполнять вот это вот. Вот эти вот мои нелюбимые места. Ну ладно. На сегодняшний момент, на сегодняшнем этапе это всё, что я хотела рассказать. До следующего включения. Сегодня у нас 22 мая. И что вы видите у себя на экранах, это превьюшечку новогодних гуляний. Я спешу с вами поделиться шикарной новостью. Я вчера осталась на вечер одна дома. Меня все бросили и ушли. И я этот вечер провела очень и очень продуктивно. Смотрите как. Смотрите как. Опа. Половинка готова. Вообще мне так нравится. Так замечательно. Вообще супер. Так положу, чтобы вот так вот. Вот это ровно половина. Не плюс, не минус, а половина. Вот эти вот места не зашиваются. И здесь будет бисер. То есть я всё это оставила. Бисер будет пришиваться только после полной готовности. В конце после стирки. И смотрите. Сейчас я покажу поближе. Фокусируйся, фокусируйся. Я делала фрузелки. Такие они прикольные и вообще классные. Мне нравится как у меня получается. Я люблю их крутить. Вообще ноль проблем. Раньше были корявенькие. Раньше боялась. А сейчас дай только покрутить не эти фрузелочки. Вот. Давайте это я вам раскрою. Потому что всё равно я эту работу уберу. Ой. В долгий ящик. Да. Ну и сфотографировать конечно надо. Как же без этого? Работу я сложу рулончиком и уберу. Потому что не знаю когда к ней вернусь. А вкуснавты могут пригодиться мне ещё. Вот. Неровненько. Но. Сейчас я всё это отглажу и вставлю вам фотографию уже готовой работы. Ну. Точнее готовую работу. Не готовую работу. А готовую половину. А для меня это как готовая работа. Действительно. Я так её гнала. что такое чувство что всё у меня закончило. Так вот вешаны стены. Всё кстати. Ничего да будет. Я очень переживала за ёлку. Но. То что мне вчера было времени много. Я забила на многие дела. Решила отдохнуть. Провести вечер для себя. И у меня это всё спокойно отшило. То есть я села часов в шесть. А в восемь. Ну естественно с перерывами. Я кушала. Готовила покушать. Я закончила в девять часов вечера. То есть у меня тут уже было всё готово. И я занималась своими делами. Остальными. Достаточно быстро. Я наверное в общей сложности. Если всё взять часа два-два с половиной потратила. То есть вообще спокойно отшила на фрузилочки. На ёлочку. Кстати я сделала бэк на ёлке. Не знаю правильно ли я сделала или нет. Что именно касаемо вот. Вот. Этого вот. Детальки. Наверное всё таки надо было. Когда я закончу всю работу. И делать. Ну ладно. Поэтому я звезду на ёлке делать не стала уже. Думала ладно. А ещё мне очень нравятся вот эти вот. Деревца припорошенные. Вот около мостика. Так классно когда я их сделала. То есть когда я его делала по схеме. И не смотрела например. Думала что это за фигня такая. Ещё каким-то белым цветом побила. Думала что это такое. Я когда сделала. Поняла что это прекрасно. Вот. Ещё один пунктик. Пунктик. Моей. Голове. Поставил себе галочку. Он готов. Вот. И. Хочу вам показать. Менешку. Вот на таком она у меня сейчас этапе. Превью я показывать не буду. Но я могу его вставить. Когда вот. Буду монтировать. Ставлю. Потому что мне его искать надо. Не лень. Просто видео записала. Записываю 3 минутки буквально. И искать ради этого превьюрчика я не хочу. В общем вот такая шикарнейшая работа. Мне так она нравится. Я прямо уже ручки потираю. Чтобы её начать. Вот. Я единственное наверное буду переставлять в пальцы. Хотя мне так не хочется. Потому что это ни туда и ни сюда. Продолжить вниз никак. Сюда тоже никак. Поэтому буду скорее всего вниз переставлять. Вот. И я посмотрела тоже по схеме. Мне оказалось что ещё чуть-чуть и будет конец листа. Первого. То есть я такая. Что? Что происходит? Серьёзно. Это где-то 15-16 сантиметров. И всё. Это будет половина. Я так расстроился сейчас. Значит получать я быстро закончу. Ой. Ну ладно. Будем растягивать с удовольствием. Я поставлю на себе 4000 крестиков. Посмотрим как быстрее я их вышью. Потому что работа шикарная. Я помню этот вот участок. Я посмотрела по своему блокнотику. Я вышивала меньше 6 дней. То есть ну. Сколько это получилось в крестиках я не знаю. С ней общее количество. Вот. До следующих включений. Теперь не знаю когда буду включаться. Потому что здесь нет смысловых таких участков. Я скорее всего буду вышивать вот эту вот зелень. И показывать вам выше эту зелень я не знаю. Наверное. Либо как закончу эти 4000 крестиков. И перейду к другой работе. Либо когда вышится какое-то участок. Который можно будет показать. Вот. Ну всё. Всем до новых включений. Надеюсь вы ждёте моих предвижений. Девочки. Всем приветик. Сегодня у нас 24 мая. Сегодня воскресенье. Солнечный денёчек. Так что настроение хорошее. Я вам постоянно говорю про то, что я начну какую-то мережку. Я хочу продолжить мережку. И вот сейчас наконец я вам хочу показать превью. Блин. Так влекаюсь. Так вот покажу. Превью моего наборчика. Который я сейчас вышиваю от мережки. Называется Рейни Перрис. Это тот набор, с которого я начала вообще знакомство с этой фирмой. Мне понравилось. Я долго выбирала из двух. Это вот Париж. И ещё мне очень нравился лондонский пейзаж. Там на самом переднем плане автобус красный. Ну визитная карточка Лондона, Англии. Вот. Я выбирала из двух. Но так как у меня парень тоже принимает активное участие в выборе сюжета, который я буду вышивать. Мы сошлись на мнение, что вот это вот лучше. Вот. Мне как бы нравилось оба. Но он сказал, что мне нравится больше этот. Ну и мы купили. Вот. И с этого вот момента началась моя дикая любовь к этой фирме. Я не перестаю петь ей дифирамбы. Мне безумно нравится. Честно. Прямо от сердца говорю. Молодцы. Вообще. Что ещё интересно связано с этим набором. Я его покупала в Белоруссии. Тогда я попала на распродажу. Черную пятницу. И мне этот набор обошёлся в полторы тысячи вроде. Или чуть меньше. Или тысячи триста. То есть вообще я купила его просто за копейки. с учётом того какие тут цены сейчас. Но правда размер не очень большой. 21 на 29. Но мне нравится. Пошивается вообще отлично. Но об этом чуть-чуть попозже. Вот. Также после вот этого вот виденного сюжета я улюбилась в мельнице. И в остальные сюжеты бережки. Ну а теперь о главном. На сегодняшний момент у меня вышла вот такая вот часть. Вот эта вот граница. Вот эта вот. Это середина. Вот. Вот. И здесь вот буквально ещё десять крестиков вправо. Это тоже будет половина. Ну вы поняли. Половина по вертикали. Половина по горизонтали. И всё. Честно говоря, сюжет идёт очень легко. Я сяду на час и двести-триста крестиков. Вчера у меня получилось посидеть часика полтора. И я вышила четыреста. Просто на одном дыхании. Потому что очень удобно. Такие цветовые пятна классные. То, что ты прямо вышиваешь с удовольствием. Вот. Действительно. Вот это вот у нас будут палатки. Не палатки. А, да. Палатки. Как они называются? Магазинов сверху. Европейская фишка. Как крыша. Такая тканевая. Или такая клеенчатая. Но все вы видели. Тут будет она. Вот этот у меня уже фонарь. На чём. Ножка фонаря. Или как. Столб. Столб фонаря. А вот. А вот эти дома. Как было классно вышивать. Девочки. Вообще это. Это вот реально в удовольствие. Когда сюжет идёт в удовольствие. Просто я сравниваю с Волковой. Да. Там классно. Кайфово получается. Но от процесса ты просто умираешь. Здесь же процесс идёт настолько классно. Что вот прям вот хочется сесть и вышивать. Цвета подобраны очень гармонично. Классно. Нет вот таких вот сто пятьсот цветов. И блендов из них нет. Цветов достаточно мало для такой картины. И блендов тоже совсем немного. Бленд только используется в коричневом оттенке. И в небе. Больше блендов нету. Вот. Вот такая красота получается. Я хотела конечно снимать какими-то участками. Тут конечно ничего не видно. Я просто хочу вам свои ощущения рассказать после Волковой. Вот. Классно. Ну на этом всё. Моё маленькое включение закончилось. До следующего включения. Сегодня у нас уже 27 мая. Мы готовимся к встрече лета. На большем душе. На фоне могут есть машины. Потому что снимаю я ранним утром. Пока все спят. И на заднем фоне может шуметь кошка. Так что я заранее извиняюсь. Я наверное вам уже надоела с этим сюжетом. Ну вот. Это Дорст Леви Париж от компании Мережка. Как я и говорила ранее. Я себе поставила цель 4000 крестиков. И откладываю дизайн. Это наверное единственный такой дизайн. Единственная моя вышивка. Которую я не хочу заканчивать. Настолько она мне нравится. Настолько тут всё гармонично и классно подобрано. Цвета. Проработка схемы. Бэк. Так вообще в очень нужном месте. Ни много ни мало. Всё как нужно. Сейчас я покажу что у меня получилось за эти дни. Скажу сразу я вышиваю не больше 400 крестиков в день. И хотелось бы конечно больше. Но я сижу мало. Я сижу максимум 2 часа в день. Сейчас так получается. Я вышиваю достаточно нормальное количество для этого времени. То есть на других дизайнах я бы дольше допустим вышивала те же самые 300 крестиков. Сейчас покажу. Вот такая прелесть у меня получилась на данный момент. Вот мне так понравился бэк внизу. Это либо магазинчик, либо ресторанчик. Вообще очень классно. Вот эти крыши. То есть когда я их вышивала не было такого понимания что это крыша. Просто месиво если честно. Потом конечно я уже понимала что это крыша. Но когда я сделала бэк это прям вау. Ну и фонарь у меня торчит. И вот эти вот крышечки у фонарей сверху. Как это правильно назвать. Красота. Мне так нравится вообще классно. Не хочется отрываться. Хочется вышивать и вышивать и вышивать. Но я понимаю что скоро наскучат у меня. Поэтому вернусь к другим процессам. Я говорила ранее что поставила 4000 крестиков. А я отшила за этот промежуток времени 1600 крестиков. То есть это чуть более 40%. Я не пользуюсь кросс-стич сагой. Я пользуюсь кросс-стич планером. Мне этого достаточно. Потому что я просмотрю свой прогресс. Ну примерно плюс-минус мне вполне нормально. Такое представление визуальное. Вот. Это все что я бы хотела рассказать в этом включении. До следующих. Не знаю успею я приступить к димовским тюльпанам или нет. Неизвестно. Как пойдет этот сюжет. Может сейчас я буду повышивать. Следующее включение моих вышивальных рукодельных недель. И сегодня я опять со своими решкой. Если кому надоело. Извините. Я просто в восторге от этого дизайна. И не могу не делиться с вами. Не показывая какие у меня крутые продвижения. Быстро превью. И вот такая прелесть у меня получается. Вот. Сейчас покажу ножничками. Ой. Вот это. Это половина дизайна. Это больше половины дизайна. То есть вы сами понимаете, что он будет маленький. Вчера, точнее вот вчера смотрела фильм. Точнее сериал. И строила, ну буквально строила вот это здание. Ошиблась пару раз. И поняла, что нужно пороть. Сколько шила, столько и порола. Обидно было вообще. Но я все-таки распорола. И сделала заново. Непосредственно вчера я зашивала вот это вот небо. Полукрестом. Тут порядка четырехсот полу. Нет, больше. Около пятисот полукрестов. И двести пятьдесят. Ну получается крестиков, стежков. Вот. То есть сейчас я вышла получается двести, две тысячи восемьсот с чем-то там крестиков с копейками. То это завершение мне осталось 1200. Не знаю сколько здесь вот будет здесь 1200 крестиков. Мне прям интересно зашью я до конца за это время или нет. Но сейчас потому что у нас скоро будут семейные праздники, дни рождения, готовка и так далее. Я наверное либо буду очень мало вышивать, либо не буду совсем несколько дней. Вот. Поэтому вам показываю. Скорее всего если у меня получится отлично. 31 числа я тоже запишу видео, смонтирую и выложу к себе на канал. Также я хочу, запланировала еще в этой же рукодельной неделе поместить итоги мая. Вот. Ну так коротенько. Так что ждите. Что смогу то покажу еще. Но вот я думаю что этот вариант не сильно прибавится в следующий раз. Так сегодня у нас 31 мая. Это был бы мой последний день для отчета. Но не сложилось. Потому что я не вышивала ни капли. А с предыдущего включения. Получилось так, что было очень много дел. У нас тепло в городе. Поэтому мы выходим гулять. Сейчас вставлю одно видео, чем мы вчера занимались. Такое прикольное. Вставим. Женя, помахай ручкой. Женя не хочет махать ручкой. Нашли рыбацкую базу. Ну а я сегодня не с пустыми руками. Я сегодня забрала основы заказа на Wildberries. Купила я их почему-то с большой скидкой. У меня получились они за 732 рубля. Это Ева и Моника. Моника вот такого вот цвета. Камера вроде правильно передает. Это цвет 2112. Я не буду вытаскивать из пакета. Потому что будет очень шуршать. Все вы, наверное, знаете эту Монику. Поэтому вот такой вот классный цвет. Это Ева. Здесь, кстати, более-менее правильно передает. Я пыталась сфотографировать в комнате. У меня вообще ничего не получалось. Но в жизни он еще немножко ярче. Чуть-чуть. Вот номер 4081. Отрез я сама подписывала, чтобы потом не забыть. И вот такая Ева. Это 41. У меня случился такой конфуз. Я безумно хотела Еву натурального цвета. Но на Wildberries цвета совершенно другие. И я такая... Что за натуральный цвет? А он такой, кажется, какой-то коричневатый. Бежево-коричневатый. Я думаю, ну мне это не нравится. А у девочки на YouTube смотрю очень классный натуральный цвет Ева. Ищу его на Wildberries. Найти не могу. У меня уже паника. Все. Написала девочка. Мне говорят, ну там цвет-то неправильно отображается на Wildberries. Ты посмотри. Просто по артикулю. По артикулю артикль найти не могу. Это вообще безумно чуть ли не до слез было. Если честно. У меня такого никогда не было. У меня реально до слез. Возможно, я устала после дороги. Возможно, еще чего-то не знаю. Но в итоге мы разобрались, что оказывается это коричневый цвет. Это натуральный. Просто цвет неправильный. В следующем месяце я буду закупать его. Вот. Это были мои вышивальные недели. А именно две. С 15 по 31 мая. И я в это же видео хочу... Слово засунуть будет не очень уместно. Немножко быстро, кратенько показать итоги мая. Очень быстро. Прям буквально минутки за две. И еще я планирую снять видео. Не знаю, получится или нет. Это итоги за весну 2020. Она у нас была очень интересная, насыщенная. Поэтому вот. Поэтому давайте сейчас быстренько пробегусь. Покажу вам свои итоги. В эту весну у меня есть одна законченная работа. А именно лисенок от Барбары Анны. Она у меня уже упакована, потому что это подарок. Метрика для детенышей, родителей. Вот. Блин, как бы его показать, кто не видел. Ну, кто не видел, посмотрите, пожалуйста. Я оставлю вверху первому углу ссылку на видео, где я подробно рассказываю об этой вышивке. У нее просто. Она уже упакована, уже готова ехать к своим обладателям. Поэтому показываю так. Так что кому интересно, пройдите по ссылке. Вот. Этот, еще раз повторю, что лисенок очень крутой. Давайте я сейчас вставлю лучше видео с этим лисенком. И немножко вам расскажу, что он вышивался на 25 каунте. Это Лугана. Цвет бежевый. Честно говоря, номер уже не помню. Специально выбирался 25 каунт большой, но больше я этого делать не буду. Я, если буду вышивать эту лисенку, то на 25 каунте одного, но не в плане метрики. Потому что это очень большой размер и нужно выбирать очень большой шрифт для имени и данных. Вот. Также у меня были проблемы с багеткой. Но я не исправляла. Я сказала об этом мамочке. Мамочка сказала, ну ничего страшного. Говорит, я ничего не вижу, мне нормально. Вот. Так что они очень ждут готовиться увидеть свои... Вот это вот чудо. Вот. Следующий итог. Для меня он крайне важный. Это готовность половины дизайна Екатерины Волковой, а натюрморт со персиками. Или со сливом она называется, наверное, с персиками. Вот. Я все-таки собралась, отшила половину и безумно этому рада, если честно. Вот. Осталось еще столько же примерно, но тут внизу остается немножко вышивать. Только наверх пойти. А наверху там уже персики совершенно другой цвет, отличный от основы. Ведь самое главное у меня был на темной основе, то что цвета совпадали с темной основой немножко. Но я тоже оставлю ссылку на видео, где я тоже подробно об этом рассказываю. Так вот смотрите, верхним правым углом. Продвижение новогодних гуляний от панель. Вот так вот я вам покажу. Вот. Эту половину я отшила, слава богу, и уберу в далекий ящик, наверное, до следующей зимы. Но мне, в принципе, было нормально вышивать лето. Ну, точнее, в теплую уже достаточно погода, поэтому, может быть, еще вернусь и отложу какое-то время. Оставлю время, чтобы отшить какую-то часть. Вот. Безумно нравится этот сюжет, но почему-то именно сейчас, в той локации, в которой я вам снимаю видео, цвета передаются неправильно. Просто смотрю сейчас на камеру, цвета более приглушенные. Даже в серый какой-то уходит. На самом деле они намного ярче. Цвета. Так пробую показать. Ну, нет. Так уж. Передаю. В общем, это неправильно. Не знаю, может быть, когда я снимаю на солнышке, лучше передаю это вот так вот. Когда нет солнышка, не очень. Вот еще один итог. И мой еще не дошитый итог. Это мережка от... Ой. Это дошливый порежь, извините, от мережки. Я поставила... Я поставила цель, что этот дизайн я должна вышить 4000 крестиков. До того, как отложу его и перейду к следующему. На данный момент за этот период я вышла 2800. То есть осталось 1200. Конечно бы за эти дни, если бы у меня было время, я бы, конечно же, отшила все это дело. Потому что вышиваю я примерно по 500-600 крестиков в день. Но не срослось. Поэтому я буду дальше получать удовольствие от этого дизайна, от этого сюжета. Вот. Все вам рассказала, все вам показала. Наверное, на днях сделаю еще видео итогов месяца. Потому что я знаю, что некоторым девочкам интересно именно итоги смотреть. Ну, выше. Как говорится, кому не нравится, будут не смотреть. А кому нравится, будут получать удовольствие. Потому что точно я не все люблю смотреть. То есть даже если я видела в каком-то из видео разговор о данном сюжете, я с удовольствием посмотрю снова в рамках всех итогов. Мне нравится. Поэтому так. Ну, все. До новых встреч. Видео планирую выпустить завтра, 1 июня. Потому что нужно будет монтировать. А так как у меня еще завтра мероприятие, к которому нужно готовиться. Так что надеюсь, что выйдет первым. Ну, может быть, вторым. Все. Пока-пока. До новых встреч. С вами была Виктория. Канал Wecover Cross Stitch. Поэтому, кому стало интересно это видео, подписывайтесь на меня. Ставьте лайки. Я всем рада абсолютно. До новых встреч. Пока-пока.